Астрономический календарь в нынешнем веке выпускается в Одессе уже 18-й год подряд. Однако история его создания уводит на 100 лет назад, рассказывает председатель Одесского астрономического общества Михаил Рябов. Основан был календарь еще в далеком 1918 году директором обсерватории университета, академиком Александром Орловым. Он выходил до 1924 года. В 1999 году по инициативе профессора Каретникова была сформирована редколлегия календаря, я тоже являюсь членом этой редколлегии, и мы начали издавать его в новом формате, в новом стиле. Кроме того, календарь содержит серию уникальных очерков, которые описывают различные астрономические явления, отмечает специалист. В этом календаре серия очерков называется «Жизнь возле звезды». Вот как эта жизнь возникла вокруг нашего Солнца, а это вопрос очень интересный, каким было наше Солнце вот тогда, когда только появилась жизнь на Земле, и как может это происходить и у других звезд. Череда интересных астрономических событий 2018 года начнется уже со 2 января. 2 января произойдет суперлуния. Большая луна будет хорошо видна, при наличии, конечно, погоды. Можно будет, видите, полюбоваться вот такой красивой луной. В тот же месяц, 31 января, и будет теневое лунное затмение, опять-таки, доступное к наблюдениям у нас здесь, в Одессе и в Украине. Голубая луна – это не только название известной песни. Прежде всего, это астрономическое явление, которое можно будет наблюдать 31 января и 31 марта. Есть такое понятие, как голубая луна. Голубая луна означает, что в течение одного месяца у вас будет сразу два полнолуния. Вот таких два месяца будет, которые наблюдатся эти полнолуния у нас, 31 января и в январе, и в марте, опять-таки, сочетания тоже достаточно очень редкие. Самым ярким событием, по мнению специалиста, будет так называемое противостояние Марса. А в чем оно заключается? В том, что Марс приближается как можно близко к Земле. Он находится в перегее своей орбиты, и в этот период он находится на расстоянии, у нас будет находиться на расстоянии 57 миллионов километров. Это произойдет 27 июля. И будет наблюдаться это противостояние Марса ровно так же, как и будет происходить лунное затмение точно в этот же самый день. Наблюдать за лунным затмением можно без использования специального оборудования. А чтобы рассмотреть поверхность Марса, который максимально будет приближен к Земле, отметил специалист достаточно самого простого телескопа.